Путин назвал ответственное гражданское общество силой России. Какое гражданское общество? Оно из кого? Сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны. Но суверенным является Путин, а не народ. Носителем суверенитета Конституции является народ. Какой нахер народ? Какое гражданское общество? О каких гражданах он говорит? Он правит железной рукой Он диктатор фактически монах А люди это его подданы Не существует никаких законов Никакой правовой определенности Можно сбить самолет с кучей людей И даже делом невозможно А можно привезти бензин Чтобы поджечь мусор И тебе дадут 13 лет Можно сказать Путину Что воевать плохо И так далее И сесть на 6 лет или больше А можно устроить мятеж И коробками миллиарды возить О чем речь Какое нахер гражданское общество Где ты видел граждан Гражданская война будет Вот что единственное Будет гражданское в России И тогда может появится гражданское общество И вот ФСО Федеральная служба охраны Которая охраняет Путина Проверяла информацию о подготовке Вкушение на Путина То есть какая-то баржа Около 8 часов Стояла под мостом Ну под тем где Боря Немцова убили И тут же сотрудники ФСО Там побежали Прогнали их Потом прогнали Думают А кто они такие? Да представьте Какие дебилы Прогнали Улезайте отсюда Они раз уехали Там Путин будет Смотрите А кто это? И начали искать эту баржу Начали выяснять Кто был на барже Начали тралить там Все Гно Москвы реки Туда водолазов Опускать Нагнали Кучу катеров Посмотрите Дебилы Откровенные Просто обоссаться Просто обоссаться И Госдума Ратифицировала Соглашение Между Россией Абхазией О двойном Гражданстве Видите Как они Начали Тарапиться Подтягивать Всех Кого только Можно Я думаю Что и не исключаю Что Скоро в состав России Они введут Абхазию И Осетию Потому что Что-то надо Путин проигрывает Украине Будет сдавать Все больше и больше Территорий Нужно же Объяснять Вате Что Территории Не убывают Вон видите У нас теперь Абхазия Соседи Ну и так далее Железнодорожные Станции Московского Региона И всей Центральной России Забиты Пустыми Контейнерами Которых Привезли Китайские Товары И жалуются Менеджеры Транспортных Компаний То есть Из Китая Приходит Контейнеров Кратно Больше Обратно Отсылают С российскими Товарами Поэтому Там Ну больше Половины Контейнеров Остается В России Куда их Девать Ну надо Что-то Придумать Дома Из контейнеров Строить Как На западе Да Или еще Что-то Ну сейчас Кстати Перспективно Бункеры Из контейнеров Делаются Очень перспективно Я не знаю Почему Да И не делают Самый простой Путь Да Ячейстую Такую Систему Создать Да То есть Контейнеры Установить Таким образом Чтобы между ними Были полости Да Ну и соответственно И залить просто Все бетоном То есть Выкопать огромный котлован Все это сделать Залить бетоном Будет бункер Очень крутой И самый Главный Дешевый Не знаю В общем Они никак Не придумают Куда девать Эти контейнеры Жданов Директор фонда Борьбы с коррупцией Иван Жданов Сообщил Что его отцу Юрию Отбывающим Наказание В колонии Подбросили Лезвие В наволочку Ну обычная Картина Это мойка Называется Да Там В местах Лихания Свобода Кусочек Лезвия Это считается Достаточно Крупным Нарушением Ну кто-то Ему засунул В наволочку А он Случайно Я так понимаю Это нашел И выбросил Ну и слава богу Но в любом случае Ему засунут Эту Мойку Еще раз Куда угодно Да То есть Понятно Что Это делают Для того Чтобы Записать Ему нарушение Соответственно Чтобы он Не мог Рассчитывать На УДО Вы понимаете Как это работает Этническая Банда В Дагестане Расстреляла Полицейских Из Дагестана Вернее Не в Дагестане Расстреляла Полицейских Подмосковье Один из силовиков Погиб 27 июня Днем На Днем В автосервис Который Находится В деревне Анцифера В Орехов Узуйского Городского Округа Приехало Четверо Значит Вот Бандитов С Дагестана Стали вымогать Владельца Мастерской Деньги За якобы Некачественный Ремонт Автомобиля Требовали 100 тысяч Автомеханик Обратился С жалобой К сотрудникам ГИБДД Ну то есть Вы понимаете О чем речь идет То есть Приехали Эти Говорят Слышь Ты что там Нам так Машину Сделал Давай Деньги Эти Обратились К гаишникам Которые Крышуют Ну какой Смысл Автомеханику Обращаться К ГИБДД Ну просто Это как бы Их крыша Такая Ну те Сотрудники полиции Решили провести Оперативные мероприятия По задержанию Вымогателей Можете представить Гаишники Решили Вымогателей Задерживать Ну то есть Одни бандиты Наехали на других Бандит Только те в форме Автомеханик Сделал вид Что согласился На это требование Поздно вечером Бандиты Приехали к нему Чтобы забрать деньги Страж порядка Пытались их задержать Но те открыли огонь Предположительно Из травматического Пистолета Полицейские Начали стрелять В ответ В результате Перестрелки Получил Смертельное ранение 24-летнего Первополновочной Угрозы Когда Разысканник Значит там был Отдел полиции Младший лейтенант Дмитрий Камельков Он скончался Сегодня утром В больнице Раненая В левую ногу И правую руку Ранение Получил Его коллега 27-летний Лейтенант Ответным огнем Был ранен Один из вымогателей 26-летнего Рожжения Дагестана Проживающий В Раменском Кроме него Задержаны Еще вдвое Ракетировали Ну видите Как Все весело Идет Рок-н-ролл Да какой У чуваков Был газовый Пистолет И они Ментам Накидали Так Мам Не горю У тех Было Боевое Оружие Но они Ментозавры То есть Они Попасть Не могут Ни в кого Удивительно Но сейчас Это Будет Все больше И больше Набирать Обороты Вы же понимаете Что Сейчас И я говорю Нашим Кто имеет Представление О том Как Заниматься Экспроприациями Пожалуйста Созванивайтесь Давайте Взаимодействовать Будем Вам Помогать При Одном Только Вашем Желании То есть Вы желаете Уже Дадим Консультации Поможем И прочее И прочее И проведем Согласованные Действия В Москве Погибла 28-летняя Вице-президент Банка Очень Красивая Женщина Надо Сказать Я так Понимаю Что она С каким-то Там Мужиком Отдыхала В квартире Вышла На балкон И упала Вниз Ну Вы знаете Первая Следственная Версия Была Конечно Ревность Женщина Красивая Нужно Понять В какой Роли Она Там Вице-президент Я конечно Понимаю В какой Роли Я Иронизирую Вот И Нужно Понимать Еще Что на нее Там Каких Собак Навешали Потом Оказывается Что она Там Какие-то Немыслимые Суммы Денег Брала Под отчеты И прочее И прочее То есть Интересна Сама Тему Что-то Она Как От Не Ну Может быть И банально Просто Там Перепила И решила Покончить С собой Или Не справилась С управлением Что называется Слетела С балкона Но Не знаю Не знаю Как-то Очень все Странно А зачем Плещевыч Поперся В Дагестан В охоту Народ Плещевыч Более Очень боится Что Дагестан Восстанет Он понимает Что Кавказ Восстанет Поэтому Поперся Он вызвал Кадырова С ним Разговаривал Ну что Там У тебя Не могут Восстать Там Если еще Денег Дать То Точно Не восстанут Не Не восстанут Давай денег И в Дагестане То же самое Сколько Надо денег Чтоб Тут Все Успокоить Видите Вот Как Пригожина Деньгами Закармливал Вы думаете Почему Потому что Он Логически Жаден И Думает Что Любой Вопрос Можно Решить Деньгами 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 Деньгами